Областной парламент собрался на первое заседание в 2021 году. Год новый, а вот часть депутатов продолжает вести себя по-старому. Речь идет о фракции КПРФ, которая еще до голосования по повестке начала проявлять неуважение к коллегам. Дело касалось, даже дойдет до форменного дебоша. Проподитель фракции Рад Гебадинов переговаривался даже со спикером Валерием Малышевым. Валерий Васильевич, где вы написали, по какому вопросу вы меня ограничиваете выступать, не ограничиваете. Вы здесь вообще может диктовать будете, когда мне водичку попить. Да вас кто спрашивает? Да не выкрикивайте, я слово за. Он председатель вандатной комиссии. Он теперь может, не записываясь, брать слово в любой момент? А я не могу. Расстройство изюгановцев можно понять. Они отстали от решения вопроса по строительству ковидного госпиталя в Ульяновске. Коммунисты очень обижались, что их не позвали на осмотр площадки под строительство, когда туда ездил губернатор. Депутаты от КПРФ получили грозный отповедь от единороссов Владимира Камека. У вас все виноваты. Одни вы такие хорошие. Да. Вас пригласить надо, вас надо уведомить. Вы что-то уведомите. Вы работаете со структурами областными, работаете с муниципальными структурами и будете знать, где что, когда что проводится, какие мероприятия. Вы живите жизнью муниципалитета, живите жизнью города, живите жизнью области. А не выкраивайте свои политические интересы в угоду определенных личностей. И вот и все. По строительству ковидного госпиталя определена площадка на проспекте Созидателей. Возведение будет проводиться на 7 гектарах. Из основы планируется взять успешный проект, реализованный в Башкирии. Строить его будут за федеральный счет. После окончания пандемии учреждение можно будет перепрофилировать. Например, в инфекционную больницу. На сегодняшний день губернатору Сергею Ивановичу Морозову повторно подготовлено письмо и направлено нашего представителя правительства Российской Федерации Мишустин о выделении финансовых именно средств на строительство. Строительство обходится, сметная стоимость в 2,7 миллиарда рублей. Мы прекрасно понимаем, что это очень большие денежные средства для нашего субъекта. В случае, если возникнут проблемы с выделением средств, то принято решение обратиться к правительству и ульяновским законодателям. Одновременно продолжается разработка закона о статусе медицинских работников. Документ позволит получать врачам ряд льгот и почетный знак. Бурные премии с стороны депутатов-коммунистов сопровождали практически каждый вопрос. Причем реплики и выступления порой не касались даже темы обсуждения. Председателю ЗАГС-собрания пришлось даже напомнить регламент. Вот статья 57 регламента, я так, чтобы для понимания, если кто не читал. Пункт 4. Каждый выступающий должен поддерживать темы обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется к ней, председателю ЗАГС обязан напомнить ему об этом. Если замечание выступающим не учтено, председателю ЗАГС обязан прервать выступление. Несмотря на постоянное нарушение регламента, обсудили все 20 вопросов в повестке. На первое полугодие 2021 года продлено действие закона о компенсации за услуги ЖКХ для неработающих пенсионеров и детей-сирот. Главное требование – отсутствие долгов за квартплату. Ранее действующий закон Ульяновской области закончил свое действие 1 января. А федеральный закон, который аналогичный принят на федеральном уровне, он вступает в действие с 1 июля. Упрощена процедура оформления в собственных земельных участках и жилых помещениях в садовых обществах. Также новый закон позволит увеличить налогооблагаемую базу, являющуюся значимой частью доходов в бюджетах муниципальных образований. Ряд документов подлежит исключению из перечня, предоставляемых необходимым. Полный перечень документов можно получить более подробно, ознакомим с ним, на сайте и в Министерстве строительства. Еще один очень важный момент – то, что часть документов, необходимых для получения прав собственности и предоставления в соответственном... Для получения государственной услуги граждане не обязаны теперь представлять сами, они могут получаться по вешеведомственному взаимодействию. После принятия всех законодательных инициатив был объявлен перерыв. С переменой подобревшими вернулись даже депутаты от КПРФ. В сентябре в Ульяновскую городскую думу были выбраны Сергей Лукьянов и Владимир Аблас. Их места в общественной палате освободились. В итоге из 19 кандидатов в парламентарию утвердили представители фонда РАПИР Дмитрий Травкин и Галина Федорова от Региональной общественной организации содействия и поддержки общественных инициатив «Развитие». Егор Титов, Артем Куранов, Новости Управда ТВ.